На телеканале Омск ТВ новости в студии Филипп Лебедь. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Уступи велосипедисту. Где и когда для омских автомобилистов перекроют движение? В гражданский оборот выходит третья отечественная вакцина от COVID-19. Уже на этой неделе 120 тысяч доз. Ковивак центра имени Чумакова поставят 18 регионов. Омская область пока в списках не значится. Ковивак одобрен для граждан от 18 до 60 лет. По словам специалистов, вакцина показала свою эффективность. Побочных реакций у добровольцев не зафиксировано. На данный момент в Омской области медучреждения оснащены двумя вакцинами. Это спутник ВИ и эпивак Корона. Когда наладят поставки нового препарата, не сообщается. Между тем, жители региона активно прививаются. На сегодня уколы поставили более 132 тысяч человек. В Минздраве сообщают о том, что вакцина на складе не задерживается. Все, что приходит из федерального центра, тут же развозят по медучреждениям. Так как желающих много. Что касается уровня заболеваемости. За последние сутки на учет поставили 63 пациента с коронавирусом. Из них 46 направили на амбулаторное лечение. 89 омичей выписали. Один житель региона скончался. Сотрудник фиктивный. Миллион реальный. Главного врача одной из омских больниц подозревают в мошенничестве. По версии следствия, мужчина устроил к себе на работу девушку оператора. Псевдосотрудница так и не появилась. А зарплату за нее на протяжении 8 лет получал сам главврач. Как отмечают в пресс-службе следкома, медик подделывал отчетные документы. Табели учета рабочего времени и оплаты труда. Ущерб, причиненный бюджету, более 1 миллиона рублей. Заведено уголовное дело. А мечу грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Мошенничество». В Омске запустят два пассажирских теплохода по РТШУ. Об этом заявил Александр Бурков на встрече с руководителями омских министерств. Обсуждалось развитие внутреннего речного транспорта в целом. Так, например, в город прибыл гендиректор судоходного торгово-строительной компании Андрей Любимов. Он показал губернатору и главе Минсельхоза проект судна, которое подойдет для омских водоемов. С помощью нового транспорта можно будет перевозить продукты питания и зерно. Их планируют отправлять вниз по РТШУ вплоть до Северного Ледовитого океана. Понадобится консолидация усилий всех регионов, входящих в Опертышский бассейн. Для этого сегодня при поддержке Минтранса России разрабатывается единый межрегиональный проект. Мы уже получили положительную реакцию от Тюменской области. Есть интерес у Ямала-Ненецкого автономного округа. Продолжаем переговоры с коллегами из ХМАО. Уверен, нам удастся достигнуть взаимопонимания. Для развития внутреннего водного транспорта, считает Бурков, Омску необходима модернизация судостроительной отрасли в планах организации речного пассажирского транспорта. Уже с мая начнут работу два маршрута из Омска в Большеречье и от центра города до СНТ «Зеленый берег». Предварительно количественный прогноз таких перевозок не менее 5000 пассажиров за один летний сезон. В ближайшие два дня вода начнет прибывать. В обертышском УГМС сообщают, в районе Омска начался ледоход. Вскрытие рек приводит к тому, что уровень воды поднимается в среднем на 6-16 сантиметров. В связи с возможным паводком в МЧС приняли решение направить на опасные участки мобильной бригады. Отряд из 13 спасателей сейчас находится в поселке Затон, где проживает 59 человек. Данный населенный пункт в зоне риска его топит ежегодно. Пока уровень воды не опасен, но, по словам сотрудников МЧС, до опасного явления еще как минимум полтора метра. В случае чрезвычайной ситуации для жителей определили специальное место сбора. При необходимости всех эвакуируют в Нововаршавку. Там уже подготовили пункт временного размещения граждан. В поселке Затон, Черлакского муниципального района Омской области, для контроля за паводковой обстановкой находятся сотрудники МЧС России. В их распоряжении необходимое аварийно-спасательное оборудование, высокопроходимая техника, плавсредства и беспилотный летательный аппарат. Проведены подворовые обходы. На сегодняшний день подтопленных домов и участков нет. При ухудшении паводковой обстановки спасатели МЧС России готовы оказывать адресную помощь населению. А при необходимости в Черлакский район будут дополнительно направлены силы и средства Главного управления МЧС России по Омской области. Прибывающая вода не поможет омским спасателям в борьбе с еще одной стихией. В регионе выявлены первые возгорания. В полях горит трава. Из-за этого в Называйском районе ввели особый противопожарный режим. В МЧС сообщают, при космическом мониторинге местности выявлено более 100 термических точек, что создает угрозу возникновения пожаров в лесах и перехода огня с травы на деревья. Теперь в Называйевском районе запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность. Предупреждать никого не будут. Нарушителя сразу накажут рублем. Сумма штрафов от 2 до 400 тысяч. В Омске вновь зафиксировали выбросы хлороводорода. По данным местных синоптиков, 16 апреля превышение концентрации опасного вещества выявили в Ленинском округе. На остальных территориях города состояние воздуха было удовлетворительным. Омскую экологию обсудили на заседании экспертного совета при губернаторе. За весь прошлый год в регионе выявили около 500 источников вредных выбросов. В этом году таких уже 88. По словам Александра Буркова, необходимо реализовывать комплексный план по снижению выбросов. Сегодня предприниматели понимают, что будут оштрафованы. Некоторые даже сами подают списки вредных веществ. Также по региону работают три передвижные эколаборатории и 12 пунктов мониторинга. Однако этого мало, цитирую губернатора. Необходима установка приборов учета на самих предприятиях. Данная мера есть в планах по программе нацпроекта «Экология». Правда, на 2029 год. Омская область ранее выходила на федеральный уровень с предложением сократить сроки. Окончательного решения пока нет, но работу в этом направлении продолжат, заявил Александр Бурков. В мэрии Омска нашли подрядчиков для благоустройства городских пространств. Торги прошли успешно. Летом 2021 года строители должны полностью привести в порядок театральную площадь и советский парк, а также начать восстановление Зеленого острова. Все три объекта будут стоить примерно 40 миллионов рублей. Наибольший объем работ запланирован на Зеленом острове. Данный парк уже несколько лет нуждается в обновлении. В 2021 подрядная организация обязана провести освещение и обустроить пешеходные и велосипедные дорожки. За качественную работу строители получат около 26 миллионов. На театральной площади со стороны улицы Пушкина необходимо организовать большую парковку, установить ограждение территории машинного отделения музыкального театра и стационарные уборные комнаты. Бюджету данные работы обойдутся в 10 миллионов. И в многострадальном советском парке, где был сорван предыдущий этап благоустройства, новой подрядной организации предстоит исправить ошибки прошлых строителей, а также изготовить и возвести конструкции входа в парк культуры и отдыха. Для всех компаний установили дедлайн. 31 августа работы на объектах должны быть завершены. С начала года по вине пьяных водителей погибли 4 человека, и еще более 40 получили травмы разной степени тяжести. Всего же за первые три месяца 2021-го в Омске зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия с участием автомобилистов, находящихся под градусом. В ГИБДД отмечают показатель для региона высокий. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции усиливают контроль за водителями. Будут проводиться специальные рейды, которые уже доказали свою эффективность. Так, во время последней массовой проверки автомобилистов удалось предотвратить 313 нарушений правил дорожного движения. В рамках мероприятия автоинспекторами пресечено более 300 нарушений правил дорожного движения. 16 водителей отстранены от управления транспортом, которые находились за рулем с признаками опьянения. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения. Помните, алкоголь и транспорт, они несовместимы. Что творится с ценами? Стоимость техосмотра автомобиля после введения новых правил его прохождения повысилась сразу в несколько раз. Жалуются о мячи в социальных сетях. Так, один из автовладельцев уверяет, если раньше технический осмотр стоил 376 рублей, согласно тарифу, который в регионе не менялся уже несколько лет, то теперь от 500 до 1000. В комментариях мнения горожан разошлись. Одни уверяют, цена осталась на прежнем уровне. Другие говорят, что дело в сомнительных пунктах технического осмотра. Ситуацию прокомментировали в региональной энергетической комиссии. По данным специалистов, после введения новых правил проведения ТО, стоимость процедуры не менялась. Также в РЭК напомнили, что завышать регулируемый государством тариф нельзя. Это является административным правонарушением, за которое предусмотрены штрафы. Клещ напал во дворе дома или в детском саду. В Омске от укуса проснувшихся вредителей пострадал ребенок. Об этом в соцсетях рассказала мама шестилетней девочки. Женщина выкрутила впившегося клеща в голову дочки самостоятельно. Однако, несмотря на хорошее самочувствие ребенка, семья все-таки намерена провести лабораторное исследование на наличие инфекции. Как поясняют в Роспотребнадзоре, этот случай укуса кровопийцы в 2021 году не первый. Пострадали уже больше 10 человек, в том числе и дети. В городской администрации сообщают, уже определен график о корицидной обработке омских парков и скверов. Она пройдет 21 и 22 апреля. В эти дни, отмечают в мэрии, горожанам не рекомендовано посещать общественные территории, на которых будет проводиться обработка. Подробнее о том, стоит ли самостоятельно извлекать клеща, а также, когда в Омске можно пройти вакцинацию, мы поговорили с временно исполняющим обязанности начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области Александром Никитиным. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. 54 главы, 54 листа, 10 лет работы на связи с музеем имени Врубеля японский художник Хиро Аки Мио Яма. О своем главном и самом ярком творении серии картин по мотивам романа «Повесть о Гензи» рассказывает из собственной мастерской в пригороде Токио. Почему работу всей своей жизни он посвятил средневековому произведению, как создавались картины и при чем тут Омск, расскажут мои коллеги. На создание одного афорта гравюра на металле в среднем уходит до 200 часов. В серии картин японского художника Хиро Аки Мио Ямы их всего 54. 10 лет жизни ушло на создание собственной визуальной интерпретации средневекового романа «Повесть о Гензи». Данное произведение для работы всей жизни выбрано не случайно. Прежде чем начать работу над «Повестью о Гензи», мне очень нравилось заниматься композицией цветов и также рисовать их, потому что в цветах я вижу образы, похожие на людей, их эмоции. А в «Повести о Гензи» почти все главы персонажей называются именами цветов, и поэтому у меня появилась возможность комбинировать любовь к рисованию цветов и такому важному произведению японской культуры. Экспозиция картин японского художника по российским городам качует с 2010 года. Спустя 11 лет впервые открывается в Омске. Интерес к японской культуре сейчас на подъеме, говорят сотрудники музея имени Врубеля, где организована выставка. И уверены, амичи сумеют оценить как уникальность работ Хиро Аки Мио Ямы, так и витиеватое и загадочное повествование древней книги. Каждый афорт из серии представляет визуальное описание глав повести о Гензи. И чтобы понять замысел художника, лучше все-таки ознакомиться с произведением. Роман популярен в Японии, поэтому его перевели практически на все языки мира. Найти экземпляр на русском не составит труда. Все картины с выставки — собственность русского коллекционера Андрея Мартынова. Именно он предоставил музею Врубеля афорты. Признается, профессиональным искусствоведом никогда не был. Но однажды, в конце 90-х, случайно познакомился с Хиро Аки Мио Ямой. С тех пор о творчестве, предпочтениях и даже источниках вдохновения японского художника знает каждую деталь. У Мио Ямы богатая коллекция CD, и он слушает. Когда он работает, у него в студии постоянно звучит музыка. И у него очень хорошие есть записи. Ну вот он упоминает Шуберта, Ягана Себастьяна Баха. Очень хорошо ориентируется вообще в классической музыке. Прекрасно знает и многократно слушал и переслушивал симфонию Шостаковича. Это один из его любимых композиторов. Под классическую музыку Хиро Аки Мио Яма работал и над повестью о Гэнзи. Она позволяла расслабиться. Создание афорта — довольно тяжелый труд. Так как углубленные элементы изображения получаются путем травления металла кислотами. Сутками приходится находиться у специального станка. При этом Мио Яма использует особенную технику — аквантину, которая позволяет в прямом смысле слова добавить красок. Вот новое, то, что внес Мио Яма, — это золотые и серебряные фоны. То есть когда уже лист готов, когда он отпечатан, печать, как правило, ведется с нескольких досок, иногда с пяти, семи, иногда с восьми досок, потому что для каждой доски нужен свой цвет. Ну, это техника печати, да, это печатная графика. Под конец художник золотит, это все покрывает сусальным золотом или сусальным серебром. И это дает совершенно такой потрясающий эффект какой-то и реальности, и мерцания, и загадочности. После создания серии картин по повести о Гензи Мио Яке решил отойти от описательного творчества. В последнее время он отображает на металле буквально все, что видит, что чувствует. В сегодняшних работах я стараюсь передать свои эмоции, свое видение. И даже такая простая вещь, как прогулка в парке, заставляет меня обратить внимание на то, как цветут цветы, как красиво течет река. И ведь этот пейзаж, всю эту гармонию я хочу перенести в свои работы, чтобы зритель мог сам погулять глазами по моей работе. Выставка «Повесть о Гензи» пробудет в Омске до середины мая. После отправится дальше по России. Традиционное шествие «Бессмертный полк» в 2021 году может пройти 24 июня. Правда, только при благоприятной эпидемической обстановке. Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции организаторы шествия в Омске. Окончательное решение будет принято ближе к дате. А вот онлайн-мероприятие пройдет традиционно 9 мая. По данным организаторов, в 2020 году во время ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, онлайн-акция затянулась на 20 дней, так как вместо ожидаемых 200 тысяч заявок поступило 3 миллиона. За это время трансляцию на сайтах «Бессмертного полка» и в социальных сетях посмотрели около 25 миллионов человек. Те, кто подавал заявку на онлайн-шествие в прошлом году, автоматически включаются в строй и в 2021. Другим необходимо заполнить форму и загрузить фотографию на сайте проекта. Сделать это можно уже сейчас. Регистрация участников открыта. В День Победы в 15 часов по местному времени цифровые колонны по всем регионам начнут шествие. Каждый из нас может подать до 15 заявок. В этом году мы на сайт, который вчера был назван. Это полков.ру 2021-полк.рф.ру Вот туда попадают заявки, с которыми работают модераторы. В Омске ограничат движение автомобилей и общественного транспорта по Красноярскому тракту из-за велосоревнований. С таким поручением к мэрии обратился первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко. Пишет информационное агентство «Новый Омск», ссылаясь на соответствующее распоряжение. Согласно документу, маршруты общественного транспорта рекомендовано изменить движение автомобилей, ограничить на время проведения велогонки. Напомню, в регионе начинается летний сезон соревнований по велоспорту на шоссе. Заезды пройдут уже на этих выходных 24 и 25 апреля на участке дороги по Красноярскому тракту. Мастера спорта и начинающие велосипедисты в первый день соревнований преодолеют 10 километров индивидуальной гонки. А в воскресенье омичей ждет парное состязание на 20 километров. Омичи теперь смогут отдохнуть в маленькой Скандинавии. В акварио открылся большой банный комплекс с уникальными релаксационными спа-процедурами Риотермы. Новая зона отдыха расположена на нижнем этаже аквапарка. Одновременно здесь могут отдыхать 60 человек. Для посетителей работает грязевая парная, где можно самостоятельно нанести на себя специальные скрабы, глину. Также в зону терм входят бассейн, хамам, березовая и кедровая баня. Для любителей резкой смены температуры работает снегогенератор, который создает настоящий снег. Здесь у нас березовые сауны, сауна, которая позволяет оказаться вам в лесу. Кедровая сауна или сауна горный воздух, она позволяет вам побывать и в лесу. И, соответственно, там есть еще гималайская соль, она позволяет насытить эту кабину оздоровительным живым воздухом. И есть еще так называемая сауна-погребок. Эта сауна располагается в самом конце комплекса. Там стоит уникальная большая печь «Ики Монолит». Это отдельная вообще история в оздоровительных практиках компании «Ики», которая разрабатывает печи коммерческие специально для таких вот объектов. Комплекс отличается нестандартным дизайном помещений. Интерьер выполнен в скандинавском стиле. Создатели зоны для отдыха уверяют, атмосфера располагает к спокойному, тихому досугу и расслаблению. А набор уникальных процедур позволяет получить максимум пользы для организма. Можно посетить душ впечатлений. Вот где вы получите массу удовольствий, но которых вот так на словах не передать. Это будет и как будто бы вы в тумане побывали. Вы как будто бы и в шторм попали. Это великолепное ощущение. Это нужно приходить, это нужно пробовать на себе. Это классно. Таковы главные новости этого дня. В студии был Филипп Лебедь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова